И всем привет, ребят, с Мистер Байк, и с вами записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен продолжению обзора наших устройств из танка Фанда. И сегодня у нас на повестке дня обзор нового устройства на пушку Смоки. Посмотрим, как оно себя покажет в рамках матчмейкинга. Вчера мы рассмотрели Жигу, если вы вдруг не видели этот обзор, тоже можете перейти, посмотреть его на канале. Ну и посмотрим, что покажет Смока на дальность в рамках матчмейкинга. Если вы ждали этот видеоролик, вы ждали этот обзор, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, не забывайте подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов. Для этого у нас только в аккаунте, если у вас личный такток темп, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форум, которая есть в описании. Что же касаемо нашей замечательной Смоки, то сегодня мы на ней сыграем с, я думаю, что даже может быть Кризисом. Возьму сначала его, ну а дальше, если будет необходимость, то я в принципе могу и надеть бустера. Да, но начну с Кризиса, мне кажется, что с Кризисом будет Смока тоже хорошо работать и можно будет ее четко реализовать. Даже давайте, наверное, возьмем лучше Крусейдера, возьмем вот такую вот интересную комбинацию. Если у меня на Смоку что-то еще, нет, нет у меня никаких больше устройств. Так, ой, не устройства, а скинов. Ну и пикаем быстрый бой по механике своей, исходя из той информации, которая написана на Википедии, которую я читал вчера и говорил в видеоролике с утра. Там вся просто информация по устройству с точностью одинакова, как у грома на дальность. Только здесь, скорее всего, я так думаю, что перезарядка как раз-таки снаряда будет побыстрее. То есть вы можете быстрее наносить урон. Ну а так, вся основная информация, она вся полностью одинаковая. Так, ну и пробуем накидывать и смотреть, сколько он раз урона будет вообще залетать с этой замечательной Смаки. Так, попробуем поиграть на широкую дистанционочку. Как раз есть Джиггернаут открытый. Ну и пробуем накидывать через всю карту. Сколько тут со Смаки летит? 2000 урона летит со Смаки через всю карту. По, получается, танку без резиста. По танку без резиста. Немножко только непривычно. Скорость снаряда здесь довольно сильно увеличена. И с дистанции как-то непонятно залетает. Я думаю, что сейчас в моменте мы привыкнем. Тут, конечно, какая-то супер-турбо-сливная мясная катка. Где у нас по респам уже катаются противники. Надо найти какую-то хорошую зону. Ну и с этой зоны уже стараться накидывать урон по Джиггернауту. Там еще и стоит с хилом. У нас Джиггернаут стоит. Его и Зида лечит. Поэтому по-хорошему было бы сначала и Зиду слить. Ну вот я смотрю, что сейчас на дистанции. Да, то есть есть в моменте... Такой момент, когда не наносится урон. Но, в принципе, скорость снаряда у Смаки на этой... Даже вот сейчас по Джиггернауту была довольно-таки большая. Да, то есть довольно быстрая перезарядка плюс быстрая скорость снаряда дает возможность вам наносить хорошее количество урона. Единственное, только вот не все Смоки попадают четко в цель. Может быть, это мне непривычно. А может быть, Смока немножко неправильно работает по своей механике. Ну сейчас посмотрим на дистанции. Две сто по аресу шафту наносится урона у нас с этого... Джиггер... Ой, Джиггернаута говорю. С этого выстрела Смоки. В целом, ну это, наверное, очень и очень хорошая цифра. Единственное только то, что нам надо, как всегда, разрывать дистанцию с противниками, чтобы наносить как можно больше урона. Иначе вот со средней дистанции уже вы видите, что урон у нас 350... 700 чуть шире. 500... Ну, довольно маленькие цифры. Но здесь можно добить, конечно, этого Джиггернаута, который сам начинает разрывать дистанцию со мной. А мне как раз таки и выгодно то, чтобы противник был как можно дальше. Да, перезарядка у этой Смоки плюс-минус такая же, как, наверное, у Гаусса на дальность. Да, потому что перезаряжаются очень и очень быстро. И урон по 2000... Это прям... Ну, очень хороший урон, я сказал бы. Очень хороший урон. То есть вот с такой дистанции, если привыкнуть и четко наносить урончик по противнику, то за две Смоки можно сливать тяжелый танк без ДА. Ну, а как правило, в матчмейкинге большинство игроков первым припасом броню и не нажимают. И можно очень большое количество урона как раз таки и наносить. Так, здесь ДДшка. Пробуем добить. Не добивать не успеваю, но... В принципе, пока что все выглядит очень и очень неплохо. И мы даже начинаем сливать вражеских Джаггеров. Двух Джиггернаутов я уже и так довольно плотно накоцал. Ну, и в целом я, честно говоря, ну, наверное, приятно удивлен этому устройству. И оно мне чем-то напоминает гаусс на дальность. То есть вот именно по скорости перезарядки очень сильно напоминает гаусс на дальность. Но единственное только то, что надо четко стрелять. Да, вот прям четко в одну точку попадать. Попадать, иначе все твои выстрелы будут молочными. Из-за большой скорости снаряда надо четко привыкать к тому, в какое ты место стреляешь, чтобы попасть по оппоненту. Здесь, ну, немножечко непривычная, наверное, для меня механика. Но это, я думаю, что привыкается и привыкается довольно быстро. То есть буквально там, я не знаю, пару-тройку боев сыграть, и ты уже будешь на этой смоке попадать каждый выстрел. Так. Похарючку. Еще докинуть на меня здесь респит. 9 на 2 счет. Вот, учитывая тот факт, что я запикался в начатую катку, и то, что мне особо сильно не дают удержать какую-то позицию на карте, я бы сказал, что это вообще просто шикарнейший результат. Да, учитывая то, как складывается данная каточка, пилы прям залетают очень вкусно. Особенно вот по таким танкам в моменте можно кидать прям очень и очень хорошо. По 2 тысячи 65 урона залетает с одного выстрела смоки. Сказать, что это маленький урон, у меня, наверное, даже язык не поворачивается. Так, пробуем накинуть еще. 10 тысяч урона есть в кармане. Чуть шире берем. Добавляем. Так, ну и попытаемся здесь что-то открыть. Здесь есть какой-то прострел? Нет, прострела нету. Но по джиггернаутам прям очень комфортно и очень приятно нанесить урон. Я прям приятно удивлен даже, я бы сказал, наверное, то, что у нас появляется теперь хорошее и интересное устройство на дальность, которое может, ну, прям показывать суперкрутые цифры по результату, учитывая тот факт, что от смоки у нас не такое большое количество резистов. В игре, в принципе, используется, вы знаете, как я сам отношусь к пушке смока. Ну и в целом это, конечно, выглядит очень и очень круто, когда такие устройства появляются. И когда ты можешь настолько большое количество урона наносить по оппоненту. Да, то есть это, конечно, максимально-максимально приятно. То есть, ну вот, две смоки и арес улетает на респаун. Просто две смоки и чел уже на респе. Даггер, не знаю, зачем-то выпушивает. Попробуем сейчас быстро слить еще здесь оппонента с моста. Но, к сожалению, не успеваю его добить по шафту. Но вот видите, с супер большой дистанции там вот есть какой-то такой момент, когда ты вроде как четко попадаешь по оппоненту, да, но у тебя выстрел, вот видите, сейчас проходит сквозь, да, и ты не попадаешь просто. Не знаю, с чем это связано, но я думаю, что это просто дело привычки. Там надо попасть именно в определенную жесткую точку. И тогда ты уже будешь наносить урон. Но даже при этих всех раскладах 21 килл у меня, ребятчики. 21 килл. Я запикался в практически середину боя. Ну, где-то там минут 9, наверное, боя было, когда я запикивался. И у меня уже такое количество киллов в рамках этой катки есть. Еще одного джиггернаута респим. Отличный. Показатель. Ну, и учитывая тот факт, что я как бы и по... И по джиггернаутам стреляю, и по игрокам стреляю. Ну, в упоре очевидно. Эта смока будет наносить по 100 урона. Здесь, в принципе, ничего, наверное, сверхудивительного нет. Вот так и должна работать смока на дальность. Ну, вот единственное, только... Не могу понять на дистанции до конца, как правильно и четко реализовать. Но, в целом, устройство очень и очень прикольное. Очень прикольное. Мне кажется, его можно раскрутить и на 50, и на 60 киллов в закатку. Это вот вполне себе реальные цифры. Если вот, например, сравнить жигу новую с критами и это устройство, то я уверен на 100%, что это устройство значительно-значительно имбовее. То есть, вот это устройство, я бы сказал, что можно назвать реальный имбой. По сравнению с той... Жигой. Так, 25 киллов у нас есть. Пробуем еще накидывать здесь по паладине и зиде. Здесь еще есть открытый ареса шафт. 4 смоки мне надо попасть по аресу ДАшному, чтобы его уничтожить. Ну, и вот заканчивается у нас катка с досрочкой. Грубо говоря, за пол боя я делаю 26 киллов. Учитывая тот факт, что я еще при этом всем раскладе слил, ну, где-то 3-4 джаггера, по которым прям плотно наносил урон. То есть, в целом, выглядит реально очень и очень достойно. И, на мой взгляд, получить такое устройство на свой аккаунт будет очень и очень хорошим, приятным, качественным бонусом. И это то устройство, которое я лично очень хотел бы получить с этого замечательного танка фонда. Пишите, что вы думаете по поводу смоки на дальность. Обязательно поддержьте данный видос лайком, если он вам понравился. Согласны ли вы с моей точкой зрения, что это устройство выглядит реально жестко и имбово? Хотели бы вы получить это устройство? Поддержьте видос лайком, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны. Участвуйте в розыгрыше по тегу, итоги которого будет уже буквально через 2 недели. Но у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока!